Девочки, привет! Вы на канале Торолога, Медиум и Экзорциста. Я вас рада видеть. Те, кто меня знают, я очень рада вас видеть на YouTube-канале. Те, кто только знакомится, подписывайтесь на мои другие социальные сети. Там очень много полезной и другой информации. Сегодня у нас такой расклад, какие у него планы и действия вашего партнера. Потому что все, что вы видите в действительности и то, что вы можете фантазировать, расходится все-таки с его планами и с его действиями, которые он будет делать. Давайте смотреть. У нас будет два варианта. Сразу загадывайте своего партнера и цифру, которую вы выберете. Цифру можно сразу нажать в описании. Можно посмотреть два варианта, потому что расклад общий и проиграется у кого-то. Может быть, другой вариант. Может быть, из другого варианта вы что-то излечете полезное. Поэтому очень многие любят смотреть все варианты для того, чтобы что-то понять. Для себя такой важный совет. Но все-таки выбираем один или два. Значит, планы вашего мужчины, что он сейчас вообще планирует. И его действия, которые он реально будет совершать ради вас в ближайшем будущем. Первый вариант. Во-первых, мужчина ваш манипулятор жуткий. Это человек, который постоянно приносит такую нервозность человеку. Постоянно манипулирует, врет, извращается. Где-то что-то недоговаривает. Он очень соблазнительный. Ему легко наговорить, прийти вот так вот всему. И показать свое такое качество. Очень манипулятивный человек. Но при этом не любит, на самом деле, действовать. Не любит говорить то, о чем обещал. Точнее, воплощать в жизнь то, что обещал. И вообще не любит инициативу. Он любит только задурманить, прийти, показать и вот держать тебя на поводке. Потому что это человек, который любит держать вообще на поводке. И от него постоянно очень много таких вот проблем. Но он может быть очень обаятельный, очень сексуальный, очень красивый, очень притягательный. И этим он берет, понимаете. Давайте посмотрим его планы на отношения с вами. У кого-то прыгается тайная девушка. Сразу говорю, что у него может быть жена, еще девушка. Есть еще претендентка, которая вмешивается в ваши отношения. И скорее всего, вы в планах у него как тайная такая муза, которая может иногда прийти и тут же может уйти. Планов у него пока нет. Он вас держит как такая красивая для него такая, как сказать, которая его самолюбие, да, так щекотит. Я же говорю, человек непростой, очень непростой. Инициативу не любит, поэтому пока вы у него на поводке, он это чувствует. Он всегда чувствует, когда он вас держит, а когда не держит. И как с вами манипулировать, он знает все ваши точки. Скорее всего, женщина здесь не любит одиночество, не может быть долгое время одна. Поэтому она всегда вот этим рычажком, что он знает, что вы пообижаетесь, пообижаетесь. Но одна без него не можете. Он вас сразу приманит какими-нибудь красивыми фразами. И, соответственно, в планах у него пока вот прийти к вам, насладиться и уйти в свободное плавание, может быть, еще к другой музе. И пока он с другой музой, и он знает, что вы его ждете. Вот пока у него, девочки, такие планы. Действия, которые он будет все-таки совершать... Можно сказать, да, он пользуется вашей такой мягкостью, нежностью, женственностью. Он знает, как вас немножечко так поднаказать, поддержать, чтобы вы были с ним. Какие действия он будет совершать? Ну, будет момент, что вы захотите с ним серьезно поговорить, поставить его ультиматум, либо так, либо так. И такой, типа, серьезный разговор затеять, что мне надоело, я вот хочу вот это и вот то. Но он понимает, что все преимущества в его руках, и даже если этот разговор вы затеете, он понимает, что это все пройдет, и все дальше будет опять все хорошо. В планах у него так и дальше наслаждаться. У него нет каких-то серьезных планов, что будет дальше. Он живет здесь и сейчас, наслаждаться вами, приходить к вам. Все как было, так все и будет. Вариант 2. Ой, ваш мужчина-индивидуалист. Он любит, тоже любит манипулировать, как и в первом варианте, но здесь манипуляция идет больше другая. То есть здесь такое проявление ума большого, большой занятости. Человек может занимать руководящую должность, может руководить коллективом, может иметь свой бизнес. И человек всегда такой индивидуалист, что как бы в пучину страсти меня не заведешь, я единичка. Да, у меня все хорошо работает, я весь такой способный. И вот на этом он очень любит акцентировать внимание. Он цвета вам покажет, какой он вот прям единица. Но при этом он как бы любит быть один и не любит, чтобы им командовали. Тоже манипулятор еще тот. Каких планы, да, каких отношений он с вами хочет? Вы знаете, вы часто ему как бы говорите, что мне нужен мужчина серьезный, я хочу нормальных отношений, я хочу стабильности, я хочу, чтобы мне вот это вот то. А он вам все время говорит, а я не могу тебе этого дать. У меня на первом месте бизнес, у меня на первом месте работа, у меня на первом месте мои дела. И вообще, я вообще такой создатель, покоритель бизнес-сферы. Без меня вообще мои сотрудники пропадут, и я нужен только там, да. А ты как бы вот, ну, как можешь. И, соответственно, в планах у него то, что вы расстанетесь, потому что если вы будете продолжать говорить, что вам нужен другой мужчина, ну, он, в принципе, и уйдет от вас. Он так и думает. Ну, и ладно. В планах у него завершение отношений. В принципе, он готов их разорвать и идти дальше. Если вы будете гнуть свою линию, если вы его будете доставать, и если вы не поймете, что он такой вот мужчина, которым он себя рисует, а он просто уйдет к другой женщине, вот какие его планы. То есть он как бы не цепляется сильно за эти отношения. Поэтому, если он вам нужен, ваша задача не говорить ему, что вам нужен другой. Если нужен, делайте это молча. Уходите молча, ищите другой вариант и уходите. Говорите ему и поджигать его какое-то самолюбие, которое он будет использовать в своей работе, питаясь вами. А вам не давать энергию. Ведь женщина дает мужчине энергию, понимаете? Отдает ему. Он живет, он пахнет, он светет. А женщина сидит, отдала и ничего не получает. Поэтому делается тогда тихо, не отдавая ему энергию, не подогревая в нем такого мужчину, без которого вы не можете жить. Да, конечно. Все вы сможете и сможете с другим. И как же он будет действовать в ближайшее время к вам? Вижу я скандал между вами. Это может быть разрыв, это может быть ссора, это может быть скандал. Инициатором будете все-таки вы. Вы не сможете терпеть его, вот эти манипуляции. И соответственно, дайте он даже где-то и чувствует, что вы готовы прям от него уйти. Он каждый раз ждет, что вы завершите эти отношения, потому что вы постоянно говорите, что вам нужно что-то другое. Будет большой скандал. Будет ссора. Что же еще будет? Но вы можете помириться, у вас будет шанс помириться, но опять-таки отношения не изменятся. Они будут абсолютно такими же. Здесь мужчина выступает в той роли, что я сказал, и так оно и будет. Перевернуть этого мужчину действительно сложно, потому что он еще выпал и мужчины, который очень тяжелый. Таких иногда называют самодурами. Он очень тяжелый, он очень беспринципный, и в сочетании с магом, это действительно у мужчины непростой. Если вы это понимаете, то вы должны понимать, что вы его никак, никакими манипуляциями, никакими слезами, никакими ссорами, расставаниями не измените. Поэтому будьте к этому готовы. Друзья, благодарю вас за лайки, за комментарии, напишите, как срезонировало, и подпишитесь на мои социальные сети, а ссылка в описании, там очень много всего интересного. До новых встреч!